МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но в любом случае, если результат так себе, найдется. А какой каше, сказать, мало каши ела. Здравствуйте, дорогие друзья! Все это такой взрослый взгляд на проблему. А вот в детском меню без каш просто никуда. И сегодня мы решили остановиться на каше, которая не особо в почете. На манной. Не так давно было доказано, что манная крупа, а точнее фитин, который в ней содержится пагубно, влияет на кишечник, изменяя его среду. Из-за этого нарушается усвоение некоторых полезных веществ. Также в манке много глютена, мало клетчатки, много калорий. Пожалуй, самый высокий из каш гликемический индекс. Но, как часто это бывает, чем больше кашу ругают, тем больше хочется ее защитить. В малой клетчатке отличный оздоровительный эффект в плане восстановления после разных недугов и операций. Мягкая обволакивающая нежность для пищеварения очень полезна. Также манная каша отлично усваивается, то есть питает и помогает расти. Вот так мы вновь и вернулись к детской теме. К слову, до года, что немаловажно, детям манная каша и не показана во избежание трудностей с усвоением. До трех лет допустимо не больше двух раз в неделю. Но в этом и есть главный плюс разнообразия, основополагающие правила для полноценного питания растущего организма. И еще один момент. Чаще всего дети не любят именно манную кашу, потому что мы ее попросту не умеем готовить. Причина на поверхности, точнее, в самой текстуре комочки. А посему запоминайте правила основное их отсутствие. Это пропорции. На две трети стакана молока и треть стакана воды нужно брать всего лишь три чайные ложки манной крупы. Ну и предварительное замачивание. Налили молоко, добавили воду, поместили туда манную крупу, повременили минут 10 и только потом на огонь. Мы, правда, сегодня готовили иначе, но зато обогатили нашу кашу клетчаткой. Получилось замечательно. Манная каша с тыквой. Натереть тыкву, залить водой, варить 2-3 минуты, далее добавить молоко, соль, сахар, гвоздику. Дать покипеть минуты 3, убрать гвоздику, добавить манку, готовить на медленном огне 6-7 минут. К слову, тыква тоже не самый любимый детский продукт, да и взрослый тоже, а посему можно считать, что мы решили еще одну вкусную проблему. К тому же не только пшену. В каше в варенье дружить с тыквой. Приятного аппетита! Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. До встречи!